После встречи в правительстве региона Илья Шестаков посетил Высшую школу рыболовства и морских технологий САФУ. Тема встречи – подготовка кадров и научная работа в интересах отрасли. Алексей Макеев резюмирует услышанное. Высшая школа рыболовства и морских технологий САФУ только год назад начала работу на базе рыбопромышленного колледжа. Во многих помещениях уже сделан ремонт. Закуплены новые тренажеры. В данный момент учебное заведение проходит о свидетельствовании всех образовательных программ в Министерстве транспорта. Это особая процедура, которую проходят все морские образовательные организации. И, конечно же, было очень хорошо, что мы смогли Илье Васильевичу показать уже уровень подготовки. Помимо этого, на базе САФУ ведутся разработки по производству кормов для аквакультур. Уже подготовлено помещение, где будут разводить мальков. В данный момент в регионе производится 260 тонн форели. А возможности есть выйти на показатель 14 тысяч тонн. Поэтому очень важно иметь свое, как говорят специалисты, маточное форелевое стадо. Ну и, соответственно, главный стоит вопрос производства кормов собственных, чтобы не зависеть от импорта. Это самое важное. И здесь взаимодействие Северного Федерального Арктического Университета и наших рыбоводов очень важно. Почему? Потому что эти корма будут испытываться, будут смотреть, как они дают привес к рыбе товарной. На сегодняшний день в высшей школе рыболовства и морских технологий обучается 350 студентов-очников на бюджетной основе. В Архангельской области достаточно большое есть крупное предприятие, которым занимаются рыбные ловли. И, конечно же, проблема с кадрами, она всегда была, всегда, наверное, и будет. И, конечно, то, что планы, которые есть сейчас у колледжа с точки зрения закупки тренажерного оборудования, конечно, даст серьезный толчок именно в качестве подготовки. Напомним, до прошлого года морской и рыбопромышленный колледж был в ведении Мурманска. По мнению главы Росрыболовства, решение Александра Цибульского сохранить образовательную площадку даст возможность развиваться кадровому потенциалу рыбной отрасли Северного бассейна в целом. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29.